В хуторе Дядин Белоколитвинского района Ростовской области много заброшенных домов. В основном постройки прошлого века. А этот дом явно дореволюционный. Он давно заброшен. Впрочем, местные сказали, что теперь эта земля принадлежит церкви. И, скорее всего, раньше в этом доме жил кто-то из смотрителей храма. Что удивило, дом построен будто крепость. Толстые стены около метра. И кажется, если бы не трещину по фасаду, то дом мог бы простоять еще не один бек. Он построен не из кирпича и даже не слеплен из самана, а сложен из дикого капли на сухую, без крепления раствором. Поэтому и стены такие толстые. Дерево в этих краях мало, а камня много. Каменные стены изнутри, а иногда и снаружи, обмазывали глиной. На входе в дом холодные сени, сложенные из дикого камня. Дверь нараспашку. Ветер колышется на веску. Зашла в дом посмотреть. Дом небольшой. Всего две комнаты, разделенные печкой. Печь, к сожалению, условная. Потолок из крашенных досок. В большой комнате два окна, на восток и два на вверх. Окна небольшие. Большие окна раньше могли позволить себе только богачи. А обычный люд больше заботился о тепле зимой. Из мебели в доме практически ничего не осталось. А что и осталось, то не старинно. Вероятно, одна комната была кухня. В ней два окна. Одно окошко, выходящее из кухни на запад, вровень с землей. Но это не просто так. Там, под землей, подвал. На окнах сохранились ставни с намеком на некоторые украшения. Возможно, дом заброшен в прошлом веке. Впрочем, историю его мне разузнать не удалось. Но, может, кто-то ее помнит. С западной стороны к дому примыкает погреб из дикого камня. Таких погребов много осталось в футере. Вот такой старинный дом. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова